Коллеги, вручение повесток, нулевые показатели может даже не возвращаться. Хоть всю ночь ходите, но чтобы нулевых показателей ни на одном участке я не наблюдала за сутки. Поэтому сегодня и опять же, с учетом погодных условий, непогодных условий, у вас есть женщины, которые могут это делать без ущерба для уборки территории или очистки крови. Но вы как-то меня не услышали, не проникнулись. Теперь каждый проникнет в эту ситуацию, потому что теперь я лично в эту ситуацию буду проникнут. Это запись совещания в управе Ломановского района города Москвы, которая состоялась в конце ноября. Глава управы Ксения Кравцова, недовольна тем, как дворники и сотрудники ГБУ «Жилищник», раздают призывникам повестки в рамках осеннего призыва. Сегодня мы ходим с 7 часов вечера. И повторюсь, пока не вручите повестку, может не возвращаться к себе домой. Динамику нулевую за сутки я не принимаю ни от кого. У кого будет нулевая динамику за сутки, с тем я лично буду обходить квартиры. Согласно переданную в редакцию записи, по четырем участкам в Ломановском районе дворники могут раздавать по 206 повесток за сутки. Значит, завтра с самого утра. В днем не надо ходить, никого нету дома, все работают, либо учатся, либо еще кто-то. Можете днем как раз заниматься уборкой территории и очисткой крови. А вот раннее утро и поздний вечер в вашем распоряжении для вручения повесток. Повторюсь, каждый вечер мы с вами подводим итог за сутки. Поэтому сегодня вы уходите с 7 часов вечера, завтра с 6 утра. В распоряжении редакции есть еще одна запись, сделанная уже 25 ноября. На ней глава управы говорит, что раздавать повестки нужно так же активно, как во время мобилизации и буквально кричит на своих сотрудников. Судя по диалогу, пока дворники очень плохо справляются с этими задачами. Работали и вручения дали. Я думаю, может быть, выходные дать дышку, чтобы... То есть мы же постоянно по этим адресам выходим. Когда вы сядете на место главного права, тогда я вам позволю думать. Как вы меняете свои места, на гузи думать. Ксения Владимировна, новые люди ходят, от них все. Я еще раз повторяю, когда вы поменяете свои места, мне плевать, кто у вас ходит. Я повторяю, поменяйте людей своим участием личным и другим участием людей. Вы чего вы тут какую-то ерунду несете? Прежде чем все это говорит, думайте своей головой. Он думает. Кривишку дать. Что в целом известно о Ксении Красцовой. Ей 37 лет, она закончила в Воронежске институт МВД. И несколько лет в начале своей карьеры проработала в полиции. Потом ушла в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. А последние 8 лет строит чиновичью карьеру в московских управах. Сначала в Пресненской, а потом в Ломоносовской. Общая сумма ее дохода на должность главы управы составила 5 миллионов рублей за 2021 год. Или по 416 тысяч рублей в месяц. Ее подчиненные и раньше были недовольны условиями труда. Например, в 2019 году в Ломоновском районе случился бунт дворников. Они жаловались на маленькие зарплаты и невносимые требования руководства, а также отсутствие выходных. Мы требуем их снимать оттуда. Или уволить, или заменить. Пока сотрудники Красцовой разносят повестки в армию, она постит на своей страничке ВКонтакте поздравления к Международному дню инвалидов.